Здравствуйте! Вас приветствует ученица 4-го В-класса Ермакова Виктория. Мы продолжаем нашу рубрику «Очевидно невероятное». Сегодня я вам расскажу о великом полководце Александре Васильевиче Суворове. История нашего государства насчитывает более тысячи лет. На протяжении всего этого времени очень часто нашим предкам приходилось воевать, отстаивая свободу и независимость своей родины. Наша страна участвовала во многих военных действиях, из которых не раз выходила победителем благодаря талантливым полководцам, например, таким как Александр Невский и Дмитрий Донской. Суворов и Кутузов, Ушаков и Жуков. Александр Васильевич Суворов Как много мы слышали о Суворове, но как мало мы знаем о нем. Великий полководец и военный мыслитель, он внес огромный вклад в развитие русского военного искусства, олицетворяя героические традиции и стратегический ум. Александр Васильевич Суворов остается лицом российской армии. Александр Васильевич Суворов родился в Москве 24 ноября 1730 года. Его отец был генералом русской армии, строго следившим за воспитанием и обучением сына. Несмотря на то, что Александр был слабым и часто болеющим ребенком, он мечтал стать военным, но отец не поощрял этих стремлений сына. Александр с ней детским упорством добивался своего. Он старался закалять свой организм, тренировать волю и характер, занимался физическими упражнениями. Отец вначале предназначал сына гражданской службе, но вынужден был уступить ему. С детства Суворов обучался искусству войны. Сначала в кадетском корпусе, а затем с 1748 года на службе в Семеновском полку в чине Капрала. Александр Васильевич Суворов начал боевую деятельность в годы Семилетней войны с 1756 года по 1762 год. Сначала он служил в военной коллегии, затем долгое время находился в действующей армии на штабных должностях. Первые военные действия, в которых он принял участие, произошли в июле 1759 году. В кровополитном сражении при Кюнисдорфе Суворов атаковал эскадрой немецких драгун и обретил их в бегство. В 1762 году Суворов получил член полковника и, командуя Суздорским пехотным полком, выработал свою систему воспитания и обучения войск. Обучение полка велось им с таким расчетом, чтобы выработать сознательное отношение солдат, возлагаемые на них задачи. Суворов развивал солдата храбрость, упорство, чувство воинской чести. Он закалял их физически, учил метко стрелять и хорошо владеть холодным оружием. Стремился приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки. Добивался к подчиненкам дисциплины, ясного понимания существа, стоящих перед ними задач. «Тяжело в учении, легко в походе». «Легко в учении, тяжело в походе», — говорил он, мотивируя необходимость упорных тренировочных занятий с личным составом полка. В 1764-1765 годах Суворов свел правила по управлению и обучению полка в особом наставлении, названном полковое учреждение, которое послужило основанием для другого суворовского наставления — наука побеждать. Военная карьера продолжилась с боевыми действиями в Польше. В 1768 году по 1772 год, по итогам которых Суворова произвели в генерал-майора. Новым этапом военной биографии Суворова стали русско-турецкие войны. Вторая война с турками с 1787 года по 1792 год позволила полностью раскрыться стратегическому и тактическому таланту Суворова. Одно из ключевых сражений состоялось на реке Римна. Суворов, несмотря на значительное превосходство турецких войск, принял решение нападать первыми, и такой маневр принес ему успех. В 1786 году он получает звание генерала. В 1790 году, считавшейся до этого неприступной, была взята крепость Измаил. Эта победа стала высшей точкой военных достижений Суворова в русско-турецких войнах. Суворову было приказано отправиться в Швейцарию, чтобы перенести военные действия на территорию Франции. Суворов избрал самый короткий, но самый трудный путь – через Сен-Гаттарский перевал. Одним из препятствий на пути русских войск был чертов мост. Желая не допустить чрезмерного укрепления французов, Суворов отдал приказ преследовать французские войска, изматывая их постоянными боями. Под натиском русских французы вынуждены были отступить. В Мутенской долине неприятели окружили войска самого Суворова. Понимая свое отчаянное положение, русские войска начали наступать на французские позиции и завязали всеобщий рукопашный бой. Натиск русских воинов был таков, что французский центр не смог придержаться и получаса французы начали беспорядочное отступление. В 1799 году за Олимпийскую кампанию было присвоено звание генералиссимуса. Спасибо за внимание. До новых встреч.